короче всем здравствуйте едем мы надумали поехать в энгельс в свете нового подходящего к самому разгару куриному сезону курино-птичьему начинаем задумываться про вывод новых птичек уже закупили инкубационное яйцо кур несушек декалбов сейчас выключим декалбов закладываем вернее уже заложил вчера декалбов кто видел кто слышал промышленная несушка птичка очень такая компактная не крупная несет очень хорошо яйца там у них по характеристикам 340 что ли 350 из в год в прошлом году короче говоря экспериментировал про мы по промышленной несушки эксперимент пара проводил купили мы значит яйца декалбов это белая нога и ломан браун high sex brown коричневая несутся и те и те хорошо на белый мне больше нравится их вездеходами называю они через забор просто перешагивают и пошли можно даже не пытаться там крылья подрезать если не герметичных вот это все пространство все равно идут где вылезти и уйдут куда им надо что мне больше понравился они возвращаются обратно несутся в гнезда все молодцы вот вопрос нет а рыжие засранки они тоже издеходное они вылазят тоже ведь где захотели но некоторые из них частенько и делаю тебе гнезда где-нибудь под кустами иди потом собирай ну поскольку никто ну если нашел молодец но это не всегда такая же не не дурочки просто на открытом месте не здесь несутся где-нибудь укромному месте собака потом находит нажрется так и довольно ходит ну вот короче в этом году решили рыжих не брать будем до колбов упор сделаем под заказ если кому-то надо в принципе любую птицу можем вывести в небольших конечно количествах у нас инкубаторы не особо огромная но немножко по чуть-чуть вполне можно можем под подрощен можно и суточных можно подрощенных сделать любых цыплят есть возможность купить и породистые яйцо ну и яйцо породистых бурда и бролера в прошлом году мы выводили под заказ потрачивали там недельных что ли мы продавали двух недельных я не помню вообще не вопрос любые капризы ваши деньги вот да это у нас пушкинские были они как бы мясо яичное но пушкинский хуже несутся конечно не сравнить зато пушкинский сами себя воспроизводит берешь яйцо на инкубацию такая пушкинская получается и мясо очень вкусное великолепно шикарное мясо ну что получить мясом такой вот мясо яичный там полгода надо ждать ну четыре месяца как минимум лучше пять а вот яичные типа ломан браун хайсекс тот же а тем более декалов их вообще смысла никакого нет на мясо там она говорит прям полторы голубки птичка яйцо несет крупную прям нормально короче вот так вот вот а сейчас еще если кто помнит мы делал проводили эксперимент один товарищ виктор занимается комбикормами кроме того что производит они еще и открыли точки продаж еще и продают они в прошлом году возили корма best не ошибаюсь комбардин балка балкари по моему делает по моему да а саратов вообще не было кормов южной короны вот южную корону в этом году они завезли стали завозить по моему кроме не больше никто не возьми открываю точки свои ну плюсом свой корм продают еще вот сейчас кстати в саратов въезжаем здесь вот в елшанке одна . ну не их а просто как ну партнеров их павел по моему его зовут у него . комбикормами с разными всякими в том числе вот этого виктора кукурузная бомба и не сушку он делает корм а чуть пониже сейчас спустимся там вправо к магазин пчеловод там есть и южная корона тоже а сейчас мы едем они новую точку открыли в энгельсе вот там тоже южной короны вот интересно будет нам в принципе надо в энгельс поехать и параллельно уж туда раз там такое дело интересно посмотреть магазинчик и их выбор разных кормов сегодня у них ну у них не только сегодня у них вообще принципе там честь я так понимаю открытие новой точки там в энгельсе проводится вот корма по которой говорил но здесь нужно корон нет южной короны внизу на песчаном медском тракт вся номерский тракт там магазин пчеловод есть кто знает рядом такая же . там есть южная корона а в энгельсе сегодня розыгрыш призов сейчас а в энгельсе как они открылись у них там ну как розыгрыш призов подарки там что-то там они в мешок там кладут какой-то типа билетик или еще чё-то ночью какие-то там призы приезжайте всех ждут подарки ну вот интересно поехали помимо своих делал еще и плюсом мы зайдем за этим комбикорм по поводу комбикорм хороший корм на первый взгляд прям вот основательно конкретно сейчас как не могу недавно только начал пользоваться по крайней мере начали мы бройлеров как обычно стартовали пуриной две недели потом на две недели перевели их вот на южную корону рост бройлер растут прям по графику как положено даже чуть-чуть мы опережаем график камно немного то есть пока все хорошо на ноги никто не упал помет замечательно не жидкий все хорошо теперь перешли на бройлер финиш еще в две недели будем кормить финишем посмотрим в итоге что у нас получится на подходе у нас перепела на этот раз решил проэкспериментировать не пуриной а южную корону взял мешок старт для перепелов он идет для индюшат и для перепелов один тоже комбикорм стартовать вот это мы попробуем корм для курни и сушек тоже у нас в работе едят хорошо и насколько я понимаю нести стали лучше нести стали точно лучше но вот понять бы у меня всегда с не сушками как бы я всегда осторожно делаю прогноз потому что ну или вывода точнее потому что на яйценоскость влияет миллион факторов мы сейчас допустим корм начали сменили корм они в принципе могут снизить яйценоскость потому что при переходе снова корма другой такая ерунда происходит погода поменялась мы перешли на новый корм погода стал лучше они стали лучше нестись мы думаем что это корм а может это не в этом дело поэтому это такой большой достаточно промежуток времени тогда можно сделать в группе я задал вопрос не зря задал вопрос 2 берем кого как сейчас погода поменялась кур у кого дома домашние прибавили убавили яйцо кто-то сказал прибавили тоского борьба скала не изменилось то есть можно сделать вывод что в принципе ничего не поменялось у людей в мире в нашем регионе у нас яйца прибавились точно могу сказать все было там ну в раза полтора точно больше стальной стиль и вот сейчас поедем я просто последний мешок кончается для кур не суш пару мешочков у них там купим в год пока все короче если снова моста ехать по эмбельсу вот здесь на остановке это южный корон правда я точно что-то не знаю где парковаться попробуем грамм здесь и забарковаться за приехали на корона до этого вас в чате все время там фотографируют эту южную корону все время только непонятно вот если он творческий должно быть короче здесь у вас новое место да недавно открыто да да красиво ну да и ну так и так и и и и и и и и Так, форм все-таки надо. В Энгельсе у нас еще дело одно было. Слушай, ну что, давай собираться, наверное, поедем в Энгельс все-таки. Ну класс. А, мы тоже сидим в Энгельсе. Мы, наверное, не сли, а то доехали в темноте. Мы же не успели так идти. Да, мы что-то финиш прям маловато. Вроде и не сезон, еще до финиша. Ну, это я говорю, стартанули мы на пурине, потом мы ростом две недели, как положено, откормили. Растут нормально броллеры наши. Вовремя финиш подъехал, сейчас начали финишем кормить. Вполне нормальный дед, но посмотрим, как в итоге они вырастут. Конечно, все результаты это в итоге. Прямо интересно. Так что посмотрим. Вылупляться будут вот буквально восьмого перепела. И сейчас пурину особо не найдешь. Стартовать чем? И на выезде на Больский тракт, да, там заехал, у них пах. Он говорит, а что, возьмите, привезли Южную корону, старт для перепелов и индейки. Я говорю, что давай возьмем. Взяли мешок, попробуем. Да, да, да. Ну, вполне нормальная крупка такая. Ну, да, грандвилл или крупочка. Ну, да, вот он. Да, свеженький, двадцатый, свеженький. Да, свеженький, свеженький, оранжевый, спектно. Так что перепелок этот раз картанем вот таким. И посмотрим, что будет. Ну, да. Кстати, потом надо будет еще для индейки рост купить. Тоже перепелок попробуем поднимать прямо на этой Южной короне и посмотрим, что будет. Вообще говоря, если кто-то говорит, у нас крупный перепела, у нас мелкий. Даже можно взять яйцо, хороший материал, с которого вырастают, должны вырасти. У людей у кого-то вырастают, а кто-то говорит, да нет, мелкий, все это ерунда. Все зависит от того, чем ты кормишь. А в качестве корма вот здесь вообще показатель будет. Если перепела получится крупная, скажем, 250 и выше граммов перепелка получится у нас, то это будет прямо 100% показатель. Так что вот. Ну, а сейчас давайте нам парочку мешков для корма и сушек. Кстати, сейчас получается интересная история. Корма у нас поднимаются. Ну, понятно, что яйцо и мясо тоже немножко дорожает. Но если пойти сейчас по мясу, да, может быть. Я смотрел, допустим, бройлер по 120 можно купить, ну, промышленное мясо, да. Мы там по 300 продаем. Ну, разница вроде как существенная. А яйцо, вы посмотрели, что с яйцом творится? Мелкое яйцо промышленное по 80 рублей продается. И мы мелкое, вот у нас то, что заносится, тоже по 80 продаем. 90 крупный, но мы по 100. То есть, фактически сейчас можно купить домашнее яйцо по той же цене, что и промышленное. Да. Здесь вот такой вот сбаланс получился. У нас в Марк все яйцо по 100 продают. Редко кто там знаком, может какие-то по 80 тебе отдадут. Ну, в среднем по 100. В среднем, да, я вот по группам смотрю. Вайгеровский именно Марк. То есть, есть и по 102, по 120 есть цены. Но в среднем по 100. Гролеры тоже на рынке у нас 320. Вот последний раз я была 322 килограмма. Ну, мы тоже будем что-нибудь поднимать. Ну, естественно, то есть корма дорожает, они будут дорожать. В любом случае сезон еще не начался. Я не знаю, какие будут ценники. Чтоб нас никто не потерял. Можно если так позвонить, узнать, что к наличию там. Такие вот моменты. Кто не знает, это акция. Это под открытием магазина у вас акция? Ну, это просто мы решили побаловать людей, порадовать людей. Календарь плюс рябушка. Ура! Календарь все очень хорошо. О, вещи. Класс! Это вот я прям люблю. В прошлом году мы гонялись, короче, мы вовремя не купили календарь. Да разверни календарь, ты что любишь? И вот именно с этими движками, ну, чтобы просто глянуть, какое сегодня число, очень удобно. Не могли найти, я там еще не на принт перепечатал, где в дом вешал. Теперь у нас будет фирмен на календарь. Сейчас еще рябушка. Это класс, спасибо. И еще на ваш выбор, бролер старт 5 килограмм, несушка старт 5 килограмм или несушка уже фазовая, которая несется? Давайте старт, да. Как раз у нас выявляется. Старт несушка? Ну да. Вчера заложили. Ну вот, отлично, спасибо. Вчера заложили как раз на несушку. Декалку, промышленная несушка. Вот и будем стартовать, попробуем. Идет, классно, все вовремя. Спасибо. Спасибо. Рябушка? Да, 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 да. Рябушка, ничего не знаю. Ну, написано рябушка, давайте рябушка. Здесь подарок, подарок. Да, подарок. О, как засветился, засиял. Да, надо улыбаться. Надо сейчас сфотографировать. Да, давайте. Для группы.